Вот где-то там, далеко-далеко за твоей головой, заканчивается вот этот крытый рынок. Метро 200, наверное. Да, наверное. И прямо напротив цирк. Первый цирк в России. Станциональный. Да. А это вход, крытый рынок. Один из входов. Да. Так. 1914 года, да? Но это написано там, где-то наверху, под крышей. Входим. Прям вот так сразу Истанбул. Турецкие сладости. Как там, Эрдоган? Не прошел? Не знаю, по-моему, сегодня второй, не знаю, голосование второй день. А-а-а. Сразу второй тур? Ну да, сегодня. Нет, первый тур он не прошел. Простите. То есть там должен состояться теперь второй тур? Если смонять, да. Да? Сейчас я не смотрела. Ага. Ясно. Простите, если смотришь. Ясно. Так. Вот он, где халяль прячется. Халяль. Вот он рынок. Тут даже тепло. Да, я замерзла уже. Да. Клубик какая красавица, посмотри. А я уже закончил съемку. Иду вот туда, где желтый цвет. 70 рублей килограмм. По 10. Да. Пахнет. Пахнет, да? И что, каждый день вот так вот продаете? Только мы утром знаем, все, все есть. Каждый день разное. Я бусин могу. Клубника, Красодар. Ничего себе. 500 рублей. Через 5 минут рынок закрывается. Сегодня до 6 вечера мы так и не успеем до местного отдела дойти. Они, наверное, первые закрылись. Они, наверное, первые, да. Первые закрылись, наверное. Готовить надо прилагать. Да. Да, вот уже много отделов закрыто. Ох, как хорошо пахнет. А у вас из конины что-нибудь есть? Да, конечно. Казы есть? Да. Справа от вас. Справа. Это вот такие вот козылыки. Вот они те. Первая клубника пошла, да, тоже, Краснодарская. Все. Дошли до самого конца. Вот там, наверное, мясной. А где здесь мясной отдел? На первом ряду. В первом ряду, да? Да. Прямо и направо. Ага. В первом ряду. Точно. Баранина, говядина. А конина бывает? Нет, да? Вот. Говядина. А бывает ли здесь конина? Нет, конина не. Конина не бывает, да? А ведь не возьмите? Нет. Да, здесь конина не продается. Даже и не пахнет близко. А это что за змея такая? Это погоняла. Погоняла? Да. Летом мух гоняет. А, летом мух. А-а-а. А вот конина здесь бывает, нет? Конина плохо берут, я если привожу на заказ, тут. А вы привозите как раз? Не привожу, рынок не привожу. Если надо, на заказ себе привозят. Не обманьте, я ездил в специальную Пензенскую область, для себя конины купить. Для себя. В Юлюзане. Я люблю. Там всегда конины, сейчас говорят, магазины. Там это закончили, обратно будет. А-а-а. А-а-а-я-то там, оттуда, это Лапанском районе, мы граничим. А-а-а. Если хотите, там есть, кроме женщин, все найдете там. Кроме женщин? А почему женщин? Ну, она вряд ли открытый будет поддаваться женщинам. А-а-а, ясно. Там все найдет. У нас директори отсюда, прямо туда ездят. А-а-а, ясно, ясно. Для себя, когда вкроешь с конинами. Раньше это можно было привезти, продавать. Сейчас это привези, продавать, торговли нету, они типа темнеть начнут, конина быстрее. А-а-а. Поэтому сейчас и мы. Раньше-то торговли было, а сейчас нету. Да-да, такого нету. Такого нету. Ясно, спасибо. И опять конину надо знать, уметь. Старая конина потом будет вонять. А-а-а. Надо это молоденькое. А-а-а. Старая, если темная, желтая, нет. Это коровы не будут, а коровы вонят потом. Ага. А конина будет вонять. То есть конину тяжело продать плохую? Нет, вообще в рынке нет, вообще нету в рынке. Это туда, если там, если взять, если вот Елизан едет, там это... Ну а как вот так вот, приедешь в деревню, и что, и прямо вот тебе конина продаются? Там базар, там любой вредный. Они вот режете привезут, если закончилось, что привезут. Понял. А вы знаете, Елизан, сколько мяса отправляют в Москву? Да? Фулем. Забирают, отправляют. В Москве бывает там это Елизанское мясо. Но больно далеко ехать. Так, 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 сколько километров? Ну, на три или пять часов туда ехать. Да. Ну, это ребры в основном берем, чтобы посолить. Или вот краюшки еще. А так это мякоти, я не говорю, длюкотлеты, я не говорю, длюкотлеты. Один раз поезжаешь, а там уже надоедает. А-а-а. Ясно. Ладно, спасибо. Вот, если хотите туда. Ага. Понял. Ну все. Бегом-бегом пробежались. Толком рынок не показали, что почем. В первом ряду еще немножко работает, вдруг уже все закрыто. Да. Вот проросший лук 45. Такой лук 70. Молодой. Молодой? А-а-а. Вот молодая капуста пошла. А-а-а. 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 Спасибо вам. О-а-а. А-а-а. 120 рублей. Помидоры. Сегодня какое число? 15 мая 2023 года. Это чтобы ориентировались. Вот старая картошка. Вообще 15 рублей. Никому не нужная. Это вам подарок. Это не вам. Я думал, что за подарки делают. Не успел посмотреть. Спасибо большое. В следующий раз, да? Давай. Авокадо подарил. Авокадо подарил? Ааа. Ты успел его увидеть, да? Смотри-ка. 70 рублей. Мандарины, да? 70 рублей. Что-то она так молчала, что я даже не захотел дальше продолжать. Смотри, какая колбаса с этим жиром внутри. Какая? Краковская. Да. Вот такие всегда, когда приходят в Коса, это пришло такое. Да. Ну, вот и все. Что-то успели. Да. Ну, как тебе рынок-то вообще-то? Вот смотри, видишь, какой огромный, красивый. А? Да. Полкилометра длиной. Видишь? Да. 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 Так. 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 Айна. Так. Так. Говорят, здесь раньше был котел И он взорвался Вот Если я не путаю с другим рынком А вот тебе Любимые твои Смотри Нет, это не те Вот красный бархат Красный бархат? Это вот этот 100 грамм 90 рублей Такая же цена 100 грамм 71 рубль А что его? А вы что, красный бархат на куски режете? Как режете? А тут у вас написано 71 рубль 100 грамм 100 грамм А я прям хотела 100 грамм купить Ну как это подумать Если я буду резать Я сейчас все торты испортю А сцены написали То теперь и... Да Ну продать не хотят Цена есть Три шоколада, видишь? А там был побольше размер Совсем не так было Поехали туда То есть в храме лучше, да? Да ты что? Я вообще брежу этим пирожным Вот никогда не думала Что так будет мне хотеться пирожного Ну пошли тогда в храм Если там лучше Надо навкратце доестью Все? Спели? Спели Вот он рынок во всей красе И вот там в центре написано Городской рынок С твердым знаком еще Так что вот Такая достопримечательность есть в Саратове Продолжение следует...